Наталья Семенова работает в Самарской областной организации Российского общества слепых. Сегодня номинирована на премию «Женщина года 2021». Говорит, старается качественно выполнять свою работу и быть полезной. У меня в обязанности входит социальная, культурная и спортивная реабилитация инвалидов по зрению. То есть проводим много мероприятий соответствующих. Я стала победителем профессионального конкурса работников социо-культурной реабилитации Российского общества слепых. Олег Подобедов – поэт, работает под творческим псевдонимом «Скальп». Состоит в обществе слепых, периодически дает концерты, на которых читает свои стихи и поет песни собственного сочинения. Делает это для души, бесплатно. Тот факт, что он стал лауреатом акции «Мужчина года 2021», Олега сильно удивил. Я уж не знаю, насколько я это хорошо делаю, но людям нравится. Патриотика, безусловно. Природа, любовь. Вот две книги вышло. Первая «Перекрестье дорог» уже вся разошлась, а вторая тоже вся разошлась. Память 1941-1945. Поздравления принимают 11 человек, которые стали лучшими в четырех номинациях, среди которых, к примеру, «Общественный деятель» и «Благотворитель». Акция была организована городской и общественной организацией инвалидов. При поддержке администрации городского округа Самара, департамента опеки, попечительства и социальной поддержки, люди, которые достигли результатов в различных сферах деятельности. Это и благотворители, это и мастера декоративно-прикладного творчества, хозяйки семьи, хранители домашнего очага. Чествование победителей акции – это только часть праздника, который подготовили в Самарском дворце ветеранов. Перед зрителями выступили музыкальные и театральные коллективы, а также любимые с детства волшебные герои – Баба Яга, Кощейки, Кимура. В конце, как и полагается в сказках, победило добро. И на сцене появились Дед Мороз со Снегурочкой, которые поздравили гостей с наступающим Новым годом. Мария Левина, Максим Гусев, События.